Друзья, всем привет! Если вы часто слышите, как говорят «договора» или «договоры», и если вас это хотя бы чуть-чуть смущает, то вы попали по адресу, потому что сегодня я проведу опрос прохожих на знание русского языка. Сегодня будут не совсем стандартные условия. Все вопросы в выпуске будут поделены на три блока. Первый блок будет называться «Назови жителя города». Второй блок «Переведи во множественное число». И третий блок «Определи часть речи». В каждом блоке будет всего лишь по три вопроса. И сегодня, если ты ответишь на три вопроса, заберешь тысячу рублей, поэтому победителей может быть много. Друзья, каждому желаю приятного аппетита, приятного просмотра, а мы погнали работать! Первый блок «Назови жителя города». Ты хотел поприкалываться там, что-то, да, говорил? Кейф-тимея, но это неважно. Главное, чтобы тяги бархатные были. Приколист! Крутые очки. Благодарю. У мамы все. Нет. Блин, прикольно. А я думаю, ты просто реально что-то снимала сегодня и так сделала. Нет, каждый день так хожу, реально. Блин, огонь. Да. Варя, мы, короче, сегодня с тобой про русский язык поговорим. О, боже, я школу закончила, наверное, года три назад или два. Я уже ничего не помню. ИГ сдавала? Нет. Нет? ОГЭ я списала вообще. Списала ОГЭ? Как это было? Я просто телефон в рючки пронесла и сказал, что у меня соски проколоты и все. Кстати, лайф... Давай передадим привет министерству образования. Здорово, друзья! Как зовут жителя города Благовещенска? Мужик. Ну, житель Благовещенска. Москвич? Ну да, москвич. А вот если бы ты был в Благовещенске, кто бы ты был? Русский. Блага... Да, я... На самом деле. Благовещен... Как? Благовещен... Хочешь сказать Благовещен, но я, конечно, сомневаюсь, что это так. Благов... Благовенчик? Благовенчик... Благовенчик? Ну, давайте, остановимся под Благовещенчик. Это как знаешь, как будто кондитерское изделие какое-то. Благовещенец. Какой ответ? Да. Благовещенец. 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 А, бля... Я даже не знаю, что такое город есть или это страна вообще. Страна. А, я даже не знаю. Первый раз слышу от вас. Развитие такое вот на Арбате происходит. Это же Никольская. Ну, ну, а, да. Вопрос номера... Вы всегда говорите правильный ответ. Там крестик такие, нет, нет, нет. Жительница города Улан-Удэ. Там, скорее всего, не Улан-Удэ будет, а именно Улан-Удэ. Улан-Чанка какая-нибудь. Жительница, то есть девушка. У тебя девушка есть? Нет. Почему? Ну, так получилось. Недавно стал холостюком. Недавно? Так получилось. Ну, так вот получилось. Ну, расскажи, как получилось. Ну, характеры не слышались. Хотя он более такой интересный, да? Имеется. Улан-Удэ слышала наверняка где-то, да? Улан-Удэ, Улан-Удэ, Улан-Удэ. Улан-Удэ. А, жительница Улан-Удэ так и будет, да. Жительница Улан-Удэ. Женщина. Не сканяется все это, да? Да, но мне тут кажется, что это не связано с Улан-Удэ. Почему-то. Сусть ли? Ну, вот, жители... Не знаю. Как будто вопрос с подвохом, кажется. Улан-Удэ, возможно, думаешь, что нет нижителей. Нет, есть. Я бы ответил бы Улан-Удэ. Нет. Улан... Улан-Улан. Не знаю, почему только у этого Улан-Удэшница. Я не знаю. Улан-Удэшница как будто вы не знаете, а кого-то в голове просто по... Не знаю. Честно. Это как говоришь типа двоечница, троечница и улан-Удэшница. Улан-Удэнка, ладно. Я не знаю. Улан-Удэшница? Ну, наверное. Я не уверен. Я даже не на 100% нет, но у меня вариантов других нет. То есть, если я тебе сейчас скажу, что это правильно, ты тоже не поверишь, да? Конечно. Жители города Пскова. Псковчане. Нет. Мне надо сказать псковчане. Не знаю, хочется сказать. Хочется сказать? Да, псковчане. Хотя, звучит хочется надо делать. Псковцы. Псковцы. Сшибся ты. И может наш шанс еще. Хорошо, дайте мне шанс. Вопросы непростые, согласен. Да, тут интересно было. В принципе, да, интересно. Можно. Не, нет, я... Псковцы, ладно, я все равно нет. Ошибка. Псковчане. Нет. Псковичи. Да. А не псковичи. А, ну ладно, псковичи. Москвичи, ну короче, одинаково. Да, москвичи, псковичи и куличи. Да. Кстати, ключи норм тема. А еще в этом блоке будет дополнительный, четвертый, самый сложный вопрос. И на него попробуют ответить мои хорошие друзья с канала Изи Ньюс. Вопрос. Как называют жителей города Курска? Салют. Рады представиться. Мы Изи Ньюс. Изи Ньюс. Первый новостной канал от подростков, где ведущие Али и Тимофей рассказывают о новостях в мире, которые волнуют многих. И вот как ответили они. Ну смотри, Курск, Братск, Братск, это Братчане. Нет, Братск, Братаны. Чё? Ну смотри, Братск, Братчане, Саратов, Саратовчане, значит Курск, Куряне. Да, мы умные. Ответ Куряне действительно верный. Но больше всего меня удивило, что в роликах ребят я услышал, что в Госдуме официально хотят обучить школьников использованию искусственного интеллекта. Серьезно? В общем, о подобных новостях можно и даже нужно узнавать именно оттуда. Друзья, прошу поддержать моих друзей с канала Изи Ньюс подписочкой. Также в комментариях под роликом можете написать, что вы от меня. Мне будет приятно вас увидеть там. Ну и не забывайте, ссылочка внизу в описании. Блок номер два. Переведи во множественное число. У меня в принципе в школе были довольно хорошие учителя по-русскому. И так получилось, что я без репетитора взяла ЕГЭ на 96 баллов. Ты self-made, да? По сути, так и есть, да. Ушел с 11 класса, не закончил, потому что в 541 школе, вот передаю привет Ольге Игоревне. Из-за того, что я не ездил с ней на экскурсии, она мне занижала оценки, а так у меня пятерки были. Там в 10 классе. Ты не закончил школу? Ну вот с 11 класса ушел. Из-за Ольги Игоревны? Да, плохой педагог. Еще директор школы, у нее вот сама ее дочь вот очень плохо учится, она мне говорит, что я плохо учусь. Это что я там двоечник и так далее. Переведите во множественное число слово цех. По идее цеха. По идее? Да. И по факту. Ну точно не цехи. Ты уверен? Цеха. 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 Цех. Цеха. Ты хочешь меня переубеди? Нет, нет, цеха. Почему такая уверенность? Не знаю, я так чувствую. Я так чувствую. Цеха. Правильный ответ. Цехи. Цехи? Второе слово. Брелок. Брелки. Он брелок, они... А, брелок. Брелок. Ну, наключай брелок весь. Брелки. 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 Ты прям по-простому опять решил пойти, да? Брелки. Ты опять ошиблась? Ну, брелки. Правильный ответ. Брелоки. Третье слово. Тенор. Она вообще будет склоняться. Ну, как бы вам нужное число. Ну, смотри, допустим, он, мужик, они, мужики. Теноров же тоже может быть много. Тенера. Тенера? Да. То есть, тенор. Тенера. А, тенор. Ну, теноры. Тен... Теноры. Теноры? Теноры. Если ты говоришь тенера, и мы с тобой разобрались, что там буква О. То, наверное, логично сказать тенора. Или нет? Нет, мне кажется, теноры. Понял тебя. Хорошо. Пытаюсь понять и осознать, но мне просто какое-то ощущение, что оно не может быть по множественным числе, оно только будет тенор. То есть они тенор? Ну, может быть, да, нет. Что-то не задалось у нас с тобой. Твой окончательный ответ? Мой окончательный ответ, что я тупой. Третий блок. Определи часть речи. Прохор, здравствуй. Добрый день. Ты здесь сидел, что-то тут развожил. Сереж, подсними. Это твои вещи? Не только. А чьи еще? Друзей. То есть вы просто сидите здесь? Да, мы занимаемся тем, что сидим. Погоди. А я ничего вообще не понимаю. Я учусь в Московском государственном лимитическом университете. Японо-английская группа, всем привет. Ну, я сижу, вот. Просто вещи охраняем. Да я не понимаю в этом ничего. Определите часть речи слова «человеконенавистничество». Человеконенавистничество. «Человеконенавистничество». Ага. Я сдаюсь. Нет, нет, нет. Попытки не будут. Это же глупо. Попытка была. Конечно, конечно. Понимаешь, что это? Да. У тебя такое бывало? Оп! Вот я, я, я. Нет, скорее я бы сказал, что я человеколюбящничество. Это ближе ко мне. Но вообще, я думаю, что это существительное. Это правильный ответ, молодец. Это? Вопрос кажется легким, поэтому отвечу существительным. Он кажется легким или он легкий? Кажется легким, но чувствуете подвох. Поэтому отвечу, что первую голову пришло существительное. Существительное. Все это в общем. Если так, то можно умножить существительное. Определите часть речи слова «восьмитысячный». Здесь важнее. Слово «восьмитысячный». Неловко молчали. Числительное, как, ну, цифры же. То есть, если число, то числительное. Ну, нет, конечно. Но хотя очень похоже, да. Не числительное, да? Нет, числительное. Числительное? Да. 100%. Это верно. Молодец. Блин, хочется монетку подкинуть. «Восьмитысячный» какой? Какое? Числительное, все, числительное, все, числительное. Это правильный ответ? Числительное, возможно, порядковое. Не знаю, пусть будет прилагательное. Это окончательный ответ, да? Пусть будет. Правильный ответ – числительное. А-а-а. «Восьмитысячный» – это числительное, порядковое. Порядковое числительное. Лингвист делает дело. Или делает грязь. Зависит от определения. Третье слово. что-либо. Скорее, что у меня память именно обманула. Она же не про это. Начать речь. Что-либо. Частицы. Нет? Нормально, сейчас я справлюсь. Отвечаю. Давай, хорошо. Не, не могу ответить. Неопределенное местоимение. Место. Имение. Имение. Вот так вот. Я сегодня делал что-либо. Ну, какое-нибудь местоимение, наверное, не знаю. Красавчик, ты выиграл? Да? Да? Молодец. Спасибо. Так все быстро, так все легко, так все четко, да? Ну, да. Проэкформировать свой разговорный клуб можно? Давай. Кто изучает японский в Москве, обязательно приходите в японский разговорный клуб МГЛУ. У нас есть носители, у нас очень весело. Конечно, нет насильников. Насильников нет, нет, нет. Только носители. Только носители японцы, носящие японцы. Вот. Всех зовем. Ищите группу ВКонтакте. Хокайде Кисю. Аааа... Секоко консю. Приятное имя делать. Итого, сегодня у нас целых два победителя Друзья, а в конце я редко вас в чем-то прошу, но сегодня нуждаюсь в вашей подписке Для вас это всего лишь одно маленькое движение пальчиком Для нас большая награда за нашу работу Меня зовут Дима Векшин, с вами было очень приятно, друзья, и всем пока